Хорошо. Хорошо, прогуляемся. Виски, что тебе не следует делать, так это неожиданно садиться. Хорошо? Я знаю, именно этого тебе хочется. Я ищу великую цивилизацию, землю, которая управлялась божественными королями, фараонами. Они и создали одну из самых замечательных цивилизаций на Земле. Несмотря на все наши попытки понять его, Египет хранит свои тайны. Моя первая остановка на окраине самого большого города Африки. Оказавшись в Египте, вы, наверное, поймете, о каком сокровище пойдет речь. 61-е чудо света. Пирамида Хеопсон. Чистые, простые, идеальные формы, как будто выплывают из пустыни. Мощь возникает из комбинации больших размеров и геометрии. Неописуемое ощущение можно считать это природным творением или творением богов. Пирамиды остаются загадкой. Мы все еще не знаем, когда они были построены, кем и как. Великая пирамида – самая большая из трех. Считается, что ее возвели четыре с половиной тысячи лет назад по приказу фараона Хеопса. Она была построена с удивительным расчетом. Если мы примем во внимание распространенное мнение о примитивной технике тех времен, тогда строительство этой пирамиды неосуществимо. Она состоит из двух с половиной миллионов блоков, уложенных в 203 ряда, которые поднимаются на 147 метров. Потрясающее зрелище. Единственное сохранившееся чудо света древнего мира. Но причина, по которой я выбрал пирамиду, заключена внутри нее. Выход, в котором я нахожусь, был прорыт в девятом веке правителем Каира. Он не мог разгадать секрет входа, поэтому просто проделал другой. Я иду внутри пирамиды. Это восхитительно. Теперь этот проход связан с настоящим ходом, который спускается вниз и блокируется камнем. Он был помещен, чтобы не допустить проникновения людей внутрь. А этот проход ведет вверх, в погребальную камеру, где, говорят, погребен фараон Хеопс. Очень низкий ход. Мне приходится опуститься на колени. Получается, что я захожу в комнату в позе молящегося, пригнув голову. Галерея великолепно сконструирована. Неподвижное тело пирамиды удерживается над моей головой огромным весом камней. Немного не по себе, когда думаешь об этом, продвигаясь по проходу. Продолжение следует... Еще одно препятствие. Этот ход еще ниже, чем тот, что спускается вниз. Боже! Проходим через гранитную стену. Великолепно! Что за место? Что за комната? Это называется царской комнатой, поскольку считается, что здесь был погребен фараон Хеопс. В саркофаге когда-то лежал сам великий фараон Хеопс. Конечно, этот саркофаг пришлось строить прямо в этой комнате, иначе его никак не затащить сюда. Но вы только посмотрите на это пространство. комнату образуют огромные гранитные камни. Просто гигантские. Вес одного из них примерно 80 тонн. Посмотрите на его размер. Как он соединен с остальными. Как он соединен с остальными. Все так точно пригнано. Вырезано из гранита. Как? Четыре с половиной тысячи лет назад с примитивными технологиями. В это трудно поверить. Трудно понять. Эта комната ошибка или случайность. Ее пропорции стали типичными для классической архитектуры Греции и Рима, итальянского возрождения. Человек всегда использовал двойной куб, когда хотел создать впечатляющее священное пространство, которое соединено с богами и потусторонним миром. Это началось здесь, в этой комнате, четыре с половиной тысячи лет назад. Именно поэтому комнату можно считать началом времени, началом цивилизации, началом архитектуры. Невероятно, чем больше стоишь здесь, тем больше восхищаешься. Например, эта комната, в которой, как мы думаем, был погребен фараон, связана с внешним миром двумя вентиляционными шахтами для того, чтобы впускать душу фараона. Как я уже говорил, слово душа значит исходящий свет. Страшно? Невероятно. Возможно, нам пора уходить. Существование пирамид находится под угрозой из-за урбанизации и загрязнения воздуха. Растущее население. Растущее население.